Накопитель на гибких магнитных дисках. Дисковод предназначен для считывания и записи информации с дискеты, привода и система считывания записи управляется электронной схемой, размещенной на печатной плате, которая находится внутри корпуса дисковода. В отечественной терминологии система управления называлась КНГМД – контроллер накопителя на гибких магнитных дисках. Накопители гибких дисков, равно как и сами носители, дискеты были массово распространены с 1970-х и до конца 1990-х годов. В 21 веке НГМД все сильнее уступает более емким CD-DVD и удобным в использовании флеш-накопителям. История. 1967 год. Аллен Шугард возглавлял команду, которая разрабатывала дисководы в лаборатории фирмы IBM, где были созданы накопители на гибких дисках. Дэвид Нобль, один из старших инженеров, работающих под его руководством, предложил гибкий диск и защитный кожух с тканевой прокладкой. 1971 год. Фирмой IBM была представлена первой дискеты диаметром в 8 с соответствующим дисководом. 1973 год. Аллен Шугард основывает собственную компанию Шугарта Ассоциейшес. 1976 год. Финни Коннер пригласила Аллена Шугарта принять участие в разработке и выпуске дисководов с жесткими дисками диаметром 5,1, в результате чего Шугарта Ассоциейшес, разработав контроллер и оригинальный интерфейс Шугарта Ассоциейшес Фасай-400, выпустила дисковод для миниатюрных гибких дисков на 5,1, 4, который, быстро вытеснив дисководы для дисков 8, стал популярным в персональных компьютерах. Компания Шугарта Ассоциейшес также создала интерфейс Шугарта Ассоциейшес Систем Интерфас, который после формального одобрения комитетами NSI в 1986 году был переименован в СМУ Компьютер Систем Интерфас. 1981 год. Компания Sony выводит на рынок дискету диаметром 3,1, в первой версии объем составляет 720 кБ. 1984 году. Компания Hewlett-Pockard впервые использовала этот накопитель в своем компьютере HP-150. Поздняя версия имеет объем 1440 кБ. 1984 год. Компания Apple стала использовать накопители 3,1 в компьютерах Macintosh. 1987 год. 3,1 HD накопитель появился в компьютерных системах PS2 фирмы IBM и становится стандартом для массовых ПК. 1987 год. Официально представлены разработанные в 1980-х годах компанией Toshiba дисководы сверхвысокой плотности, носителем для которых служила дискета емкостью 2880 кБ. Конструкция. Механика. Для считывания информации, записанной на диске, дисковод оснащен установленной на приводе головок парой магнитных головок, прижимающихся к поверхности диска. Двигатель, который осуществляет перемещение головок по диску в двух направлениях с определенным приращением или шагом, называется шаговым двигателем. Двигатель управляется контроллером диска, который устанавливает головки в соответствии с любым относительным приращением в пределах границ перемещения привода головок. В миниатюрных дисководах на 3,1 головки монтируются на червячной передаче, приводимой в движение непосредственно валом шагового двигателя. Диски имеют два типа плотности – радиальную и линейную. Радиальная плотность указывает, сколько дорожек может быть записано на диске и выражается в количестве дорожек на дюйм. Линейная плотность – это способность отдельной дорожки накапливать данные и выражается в количестве битов на дюйм. Шаговые двигатели не могут осуществлять непрерывное позиционирование. Обычно он поворачивается на точно определенный угол и останавливается. Большинство шаговых двигателей, установленных в дисководах гибких дисков, осуществляет перемещение с определенным шагом, связанным с расстоянием между дорожками на диске. За исключением дисковода гибких дисков диаметром 5,1,4, емкостью 360 кБ и краткое Т, которые выпускались только с плотностью 48 типа и в которых использовался шаговый двигатель с приращением 3,6 градуса. Во всех остальных типах дисководов обычно используется шаговый двигатель с приращением 1,8 градуса. Кроме того, шаговый двигатель выполняет перемещение между фиксированными ограничителями и должен останавливаться при определенном положении ограничителя. Позиционирование головок – это операция расположения головок относительно дорожек на диске, позволяет приступить к чтению или записи информации на диск. Цилиндр – количество дорожек, с которых можно считать информацию, не перемещая головок. Польцевые дорожки, расположенные друг под другом на разных сторонах диска, образуют воображаемый цилиндр. Отсюда и название. Термин обычно используется как синоним дорожки, а поскольку гибкий диск в диске у тебя имеет две стороны, а дисковод для гибких дисков. Только две головки в гибком диске на один цилиндр приходится две дорожки, конструкция дисководов, электроника, конструкция дисководов, подключение. Для подключения дисковода имеются два разъема. Один для электрического питания, а другой для передачи данных и сигналов управления. Эти разъемы в компьютерной промышленности стандартизованы. Для подключения питания используется четырехконтактный линейный разъем Meet & Look фирмы EMP большого и малого размеров, сигнальные, 34-х контактные разъемы. В дисководах формата 5,1,4 обычно используется большой разъем для питания, в то время как в большинстве дисководов формата 3,1,2 для питания используется разъем меньшего размера. Странность сигнального кабеля заключается в том, что линии A10 до A16 разрезаны и переставлены между разъемами дисководов. Это перекручивание переставляет первое и второе положение перемычки выбора дисковода и сигналы включения двигателя, а следовательно, меняет на противоположные установки сигнала DS для дисковода, находящегося за перекручиванием. Соответственно, все дисководы в компьютере с этим типом кабеля имеют перемычки, установленные одинаково, а настройка и установка дисководов упрощается. Как правило, материнская плата содержит интегрированный контроллер дисководов, обеспечивающий установку пары дисководов. При подключении кабеля необходимо учитывать их ориентацию. В случае, если неправильно подключен сигнальный кабель, лампочка на лицевой панели дисковода будет светиться сразу после подачи питания. В случае же неправильной ориентации кабеля питания на электронную схему управления дисководом вместо 5 вольт подается питание 12 вольт, что гарантированно приводит к выходу ее из строя. Учитывая, что стоимость ремонта штучной платой превышает оптовую стоимость самого дисковода, ремонт дисковода, как правило, экономически нецелесообразен электрическое подключение дисководов. Программирование контроллера Контроллер гибких дисков со стороны современного программирования выглядит достаточно примитивно. Регистры, имеющие байтовую организацию, сведены в блок из 8 последовательно расположенных ячеек. Регистр цифрового вывода бита 0.1 Двоичное кодирование выбираемого дисковода. Бит 2 Разрешение работы контроллера Сброс контроллера Бит 3 Управление работы схемы регенерации сигналов прерывания и прямого доступа к памяти. Бит 4, 5, 6 и 7 Управление мотором вращения диска Дисковода 0, 1, 2 и 3 Соответственно, регистр привода ленточного накопителя Предназначен для обслуживания ленточного накопителя, поэтому использует свободные разряды, но не имеет единого стандарта. Основной регистр статуса Доступен только для записи 1 Соответствующий бит устанавливается в случае следующего состояния Бит 0 Дисковод 0 находится в состоянии поиска Бит 1 Дисковод 1 находится в состоянии поиска Бит 2 Дисковод 2 находится в состоянии поиска Бит 3 Дисковод 3 находится в состоянии поиска Бит 4 Контроллер занят выполнением команды Бит 5 Выполняемая контроллером операция не использует ПДП Бит 6 Текущее направление передачи данных от процессора к контроллеру или от контроллера к процессору Бит 7 Регистр данных FIFU готов к обмену с процессором. Регистр выбора скорости передачи данных биты 0 и 1 кодирует скорость передачи данных. Биты 2, 3 и 4 кодируют параметр задержки предкомпенсации. Бит 5 не используется, должен содержать 1. Бит 6, если 1, то контроллер переходит в режим пониженного электропитания. Для выхода используется программный или аппаратный сброс. Бит 7, установка F1 этого разряда вызовет сброс контроллера. По окончании операции сбрасывается автоматический регистр буфера данных. Участвует во всех дисковых операциях чтения и записи. Емкость 16 байт. Регистр цифрового ввода доступен только для считывания. Старший разряд отображает сигнал с меной диска. Остальные зарезервированные. Регистр управления конфигурации доступен только для записи. Два младших разряда дублируют функции регистра DSR в аспекте задачи скорости передачи данных. Остальные разряды зарезервированные. Сведения о состоянии контроллера хранятся в не имеющих собственных адресов и поэтому недоступных регистрах. Форматы 8. Первые дисководы были предназначены для работы с дискетами диаметром 8, которые вмещали 80, 256 или 800 килобайтов информации. 5,1. Следующим массовым форматом стали дискеты диаметром 5,1. Распространение с ними получили и соответствующие дисководы. В качестве устройства для постоянного хранения данных первого массового персонального компьютера IBM PC, выпущенного в 1981 году фирмы IBM, предполагалось использовать один или два накопителя на 5,1-дюймовых гибких дисках. Высота дисковода для 5,1-дюймовых дискет равна 1, а ширина почти равна 3 его высотам. Это иногда использовали производители корпусов компьютеров, где три устройства, помещенные в квадратную корзину, могли быть вместе с ней переориентированы с горизонтального на вертикальное расположение. 3,1-дюймовые дисководы формата 3,1-дюймовые высокой плотности впервые появились в компьютерах IBM PS2 в 1987 году. Эти дисководы записывают 80 цилиндров с 18 секторами на дорожке, создавая в результате емкость 1,44 МБ. Имеют скорость вращения 300 оборотов в минуту и записывают в 1,2 раза больше данных, чем дисководы формата 5,1 на 1,2 МБ. Для того, чтобы использовать максимальную для большинства стандартных контролеров дисководов высокой и низкой плотности скорость передачи данных 500 000 битс, эти дисководы должны иметь скорость 300 оборотов в минуту. Если дисковод будет вращать дискету со скоростью 360 оборотов в минуту, то число секторов на дорожку должно быть уменьшено до 15, иначе контроллер не будет успевать обрабатывать сигналы. Промышленный выпуск дисководов сверхвысокой емкости на 2,88 МБА и краткая ТЭТ ошиба начала 1989 году. В 1991 году IBM официально приняла эти дисководы для установки в компьютерах PS2 и практически все PS2, выпущенные с тех пор, содержат эти дисководы как стандартное оборудование. Для работы с такими дисководами требуется установленная OSMS DOS версии 5.0 или старше. Для правильной работы дисковода на 2,88 МБА необходимо обновление дискового контроллера, так как эти дисководы имеют ту же скорость вращения 300 оборотов в минуту, но записывают 36, а не 18 секторов на одной дорожке. В отличие от контроллеров дисководов предыдущих форматов, максимальная скорость передачи данных которых составляет 500 тысяч бит в секунду. Для того чтобы эти 36 секторов были считаны или записаны за то же время, которое требуется дисководу на 1,44 МБА и краткая ТЭТ для чтения и записи 18 секторов, от контроллера требуется гораздо более высокой скорости передачи данных в миллион бит в секунду.